Бывших топ-менеджеров Байкалбанка хотят привлечь к ответственности и на этот раз к материальным. В пользу кредиторов они должны вернуть несколько миллиардов рублей. Первое заседание прошло сегодня в арбитражном суде. Подробности у Евгении Жирововой. Среди действующих лиц ни одного знакомого. В этом зале лишь адвокаты бывших руководителей банка. Оно и неудивительно. Некоторые из них получили реальные сроки. Сейчас они должны находиться в местах не столь отдаленных. Из бывших топ-менеджеров здесь всего один. То есть вы себя считаете непричастным? Конечно. На момент, когда я уходил из банка, банк был здоров с температурой 36,6. Если бы были какие-то вопросы, в первую очередь, чтобы национальный банк сделал, он бы внес предостережение, запретил бы привлекать вклады населения. Такого не было. Заявление в суд подал конкурсный управляющий агентства по страхованию вкладов. Оно представляет интересы кредиторов Байкалбанка. Сейчас пытается привлечь бывшие руководства к субсидиарной ответственности. И вернуть 6 миллиардов рублей. Непонятно лишь, почему сейчас. С момента банкротства прошло уже три года. А можно пару слов о вашей позиции? Адвокаты настаивают. Исковой срок давности истек. Кто-то считает его с момента банкротства банка, а кто-то с момента ухода подзащитного из этой компании. Когда твое право нарушено, у тебя есть три года с момента, когда ты об этом узнал, защитить его в суде. Если ты этот срок пропустил, то суд тебе отказывает в этом. Если об этом заявила сторона ответчика. Наша позиция в том, что этот срок нужно отчитывать с момента, когда назначили Авдеева. То есть, по-моему, с 18 июля 2016 года. Айсой обратился позже. Они обратились в августе 2019. В списке ответчиков 14 человек. Часть адвокатов не согласилась с тем, что дела их клиентов объединили в одно. И подали ходатайство, чтобы каждый отвечал лишь за свои дела. У суда есть такое полномочие, как раздельное рассмотрение. Сначала смотрим обоснованность требований, а потом решаем вопрос по размеру. Говорили о том, чтобы привлечь и других топ-менеджеров. Тех, кто работал во временной администрации, и тех, кто был в управлении до 2014 года. Первые долги у банка появились уже тогда. По моей информации, был председателем такой господин Зураев. Прогрестный управляющий не стал привлекать господина Зураева в данный обосновленный спор. Ну, возможно, это моё мнение. Я его просто выражаю. Эту информацию нужно ещё проверить. Скорее всего, будут запросы в разные инстанции. Так что навряд ли процесс будет быстрым. Сегодня прошло лишь предварительное заседание. Рассмотрение по существу 26 ноября. Евгения Жировова, Батархалматов, телекомпания Оригус.